Так, Бахрейн один из самых сложных этапов в календаре Формулы 1, именно в игре, потому что боты здесь достаточно сильные, хоть их немножко и пофиксили по отношению к 18 формуле, но в 18 формуле они здесь были очень быстрые, вне зависимости от болида. Даже если у тебя был очень хороший болид, то ты все равно мог спокойно проиграть им. Что же у нас было в Бахрейне? Ну, во-первых, дикий износ резины, из-за чего я понимал, что в третий сегмент мне ни в коем случае нельзя выходить, мне нужно обязательно остаться во втором сегменте, либо же пройти в третий, но на медиуме. На медиуме это не вышло, занял я там 14 позицию и решил то, что ладно, перееду на софте и постараюсь квалифицироваться где-то 11 или 12. Получилось квалифицироваться у меня 12, и мы будем стартовать теперь гарантированно с медиума, да еще и со свежего медиума. В чем заключалась моя стратегия? В том, что у меня будет всего лишь один питстоп, и соответственно я буду ехать на медиуме и харде. Те, кто будут стартовать в топ-десятке на софте, они будут обязательно делать два питстопа, поскольку со софта, перейдя на хард, ты скорее всего не доедешь, если только не прокаченный, опять же, шасси у болида. Также из-за того, что я вылетел в третий сегменте, третий сегмент очень офигенно, так сказать, симулировался, и по итогу у нас обиторрос находится аж в четвертом стартовом ряду. Мы же с Гасли занимаем 11-12 место, что в принципе неплохо, соответственно мой напарник пойдет на такой же тактике, и у нас есть очень хорошие шансы постараться заработать как можно больше очков. Самое главное дотянуть до финиша на харде и не дать слишком далеко отрываться лидерам от себя. Гасм, красные огни, я неплохо срываюсь с места, тут же почти устремляюсь за Саенсом, но Гасли у меня напарничек очень неплохо стартует, и Саенс также начинает отрываться вперед. Ну, к первому повороту я прохожу и Гасли, и Саенса, и потом врываюсь сразу же в Албана, но небольшой контакт между ним и мной происходит, по итогу немножко я поломал переднее антикрыло Албану, так сказать, зарунил немножко гонку с самого начала. После чего уже в четвертом повороте я просто ныряю на внешнюю траекторию, по итогу еще прохожу Албана и Рик Ярда, и устремляюсь за Ландо Норрисом. Собственно, как это все происходило с ТВ-камеры, стоит еще отметить такой факт, что из-за того, что у нас прошла опять же офигенная симуляция, у нас Леклер стартовал седьмым, из-за чего мне будет намного проще победить на этом этапе, ведь Леклеру сейчас придется прорваться через оба болида Рэдбул и Мерседеса, что для, конечно же, Леклера не станет прям большой проблемой, но на какое-то время они его займут. Также еще у нас лидеры воевали за первую позицию, Ферстаппин очень хорошо стартовал и по итогу сразу же смог отжать первую позицию уже в первых связках поворота. Потом у нас потихоньку, позади меня точнее, происходила борьба между Рик Ярда и Албаном, несмотря на то, что у Албана было повреждено переднее антикрыло, он все-таки сражался с Рик Ярда по сути на равных, но если бы, да, не повреждено антикрыло, то, скорее всего, он бы спокойно обошел бы Рик Ярда, ну и точнее даже он бы со мной воевал, а не с Рик Ярда в этот момент. И уже позади нас, соответственно, эта группа догоняла бы в виде Рик Ярды и Гасли и так далее, основного пелотона. Но за счет этой борьбы я все-таки смог уйти вперед, соответственно, никто из них не получал мой ДРС, ну а позади у Гасли получалось догонять, и по итогу он уже был впритык к Рик Ярде и, соответственно, уже планировал где-то атаку, и в последнем повороте они втроем ходят бок о бок, и по итогу Албан остается в неуделах, он потерял позицию по отношению Гасли, и Гасли также пытается еще обойти Рик Ярда на старт-финичный прямой, что у него, в принципе, выходит, но потом Албан за счет все-таки прокачанной аэродинамики к концу прямой спокойно смог поравняться и с Рик Ярда, и с Гасли, но потом, опять же, небольшой контакт с Гасли уже происходит, но тут, благо, без повреждения перейдем эти крыла, иначе бы уже пришлось бы точно его менять, ехать, и, соответственно, менять стратегию, ну и, возможно, для Албана гонка бы не очень хорошо бы закончилась, не в хороших, так сказать, очках. Рик Ярда вырывает все-таки позицию по отношению к Албану и Гасли, и уже Албан с Гасли начинают воевать за позицию, из-за чего Рик Ярда умудряется оторваться от них, и, соответственно, потихоньку старался он меня уже преследовать, и Гасли с Албаном разбирались между собой. Да, борьба у них, конечно, была крайне затянутая, аж на два круга, по сути, но, в принципе, борьба достаточно интересная за позицию, но, да, если бы они повреждены перейдем эти крыла, конечно бы Албану не пришлось бы сражаться с моим напарником. Ну и самый главный вопрос, сможет ли мой напарник проехать на такой же стратегии так же хорошо, как и я это планирую сделать, а именно планы у меня то, что я смогу приехать на подиум за счет этой стратегии, поскольку лидеры делают ранний пит-стоп, перейдя с авто, и, соответственно, частично затеряются в пилотоне, что даст мне все-таки некоторое время на то, чтобы оторваться, сделать свой пит-стоп и выйти чуть, может быть, впереди даже лидеров. Но самая главная проблема для меня будет то, что все-таки у лидеров будет второй пит-стоп, и, соответственно, у них будет, скорее всего, стратегия софт-мидиум-мидиум, и из-за этого под конец дистанции у них будет все-таки более свежий комплект, еще более мягкий при этом. И за счет этого, скорее всего, будет у меня под конец борьба, потому что, ну, меня догонят, просто потому что у меня будет уже изношено к этому моменту хард. Ладно, вернемся к борьбе между Албаном и Гасли, они смогли добраться до Денрикерда за счет ДРСа, и уже пытались его также опередить. Албан не терял надежды, пытался опередить. Бахрейн, конечно, такая трасса, где, по сути, аэродинамика меньше всего нужна, тут по большей части нужна скорость, но у Торо Роса очень хорошо развита, опять же, аэродинамика в плане снижения лобового сопротивления, за счет чего под конец прямой они разгоняются более эффективно, даже на том моторе, который у них в данный момент находится. И по итогу, да, борьба завершилась, Гасли выиграл позицию по отношению к Албану, ну, а Албан потихоньку начинал там отставать, ну и пытался, конечно, держаться близко, но это у него прям хорошо так не получалось. На том же кругу, уже в конце круга, Гасли решает опередить уже Рикерда за счет Слипстрима и ДРС на старт-финишной прямой, что, конечно же, без проблем у него выходит. И уже позади тут же подъезжал Албан и также пытался обойти Дена Рикерда. Пытался Албан поравняться с Рикерда, но не получилось. Рикерда уже попытался поравняться с Гасли и также у него это не вышло. И по итогу Гасли завоевывает позицию. Но еще надо было удержать, конечно же, ее на второй прямой, где Рикерда пытался контратаковать, но у него ничего не вышло, поскольку уже софт был достаточно сильно изношен. Передо мной группа также вела борьбу, а именно Ботос и Перес, которые воевали за третью позицию. За ними уже скопился небольшой пилотун в виде Леклера, Феттеля и Норриса. И также я где-то там позади пытался угнать за данной группой, но ничего у меня так и не выходило до момента их пидстопа. Конечно, я был близок в определенные моменты, но не более. Атаковать, к сожалению, я того же Норриса не мог. Перес все-таки бок о бок продолжает ехать с Ботосом. И по итогу у него отыгрывает позицию. Также еще и Леклер умудряется по внутренней части достаточно сложного единства поворотов обойти Ботоса. И, соответственно, уже Леклер начинает сразу же борьбу за третью позицию. Бок о бок начинает уже ехать с Пересом. Ну и тут, конечно же, шансы больше именно у Леклера, особенно в затяжном правом повороте. К концу восьмого круга я подобрался достаточно близко к Норрису, но он поехал, как и вся предыдущая его группа, на пидстоп. Но хорошо, что он мне дал, по сути, ДРС от себя. И я за счет этого ДРСа смог еще как-то сэкономить время, поскольку мне теперь надо постараться сделать так, чтобы я недалеко выехал от лидеров виртуальных, по сути. То есть мне надо было выехать прямо позади них, а не где-то там очень далеко позади них. Но благо Хэмилтон и Леклер выезжают в трафике. Альфа-Ромео и Вильямс, так сказать, их разделили, и у Хэмилтона было немного времени на то, чтобы оторваться. Также у Боттаса была возможность вернуть свою позицию по отношению к Леклеру. Леклер старается сразу же действовать, он поставил себе новый софт, и за счет этого софта хотел как можно быстрее прорваться вперед, чтобы не сидеть позади пилотона, который там кто-то шел даже на харде с самого старта, соответственно у них будет пидстоп еще позже, и они еще больше будут терять. Ну и да, после своего пидстопа я выезжаю прямо позади Боттаса, отыграл за счет пидстопа неплохо, так я Перес позади меня был, и мы продолжаем теперь уже бороться за позицию, но сначала нам было пройти Хасы, которые шли как раз со старта на хардах, и уже начинали неплохо так терять в темпе. Кстати, стоит заметить то, что Перес единственный, кто стал ехать на один пидстоп именно со стратегией софт-хард, и по итогу посмотрим, окупится ли эта стратегия у него, сможет ли он удержать свою позицию, и как далеко он сможет за счет этой стратегии взобраться. Обхожу я без проблем Грожана, но тут же уже Перес во внутренняя часть поворота тоже ныряет, и меня тут же проходит, и к сожалению, мне не было напрямую ДРСа, но был Чака Перес, который был прям ко мне в упор, и за счет Слипстрима я спокойно ехал в их же темпе, и просто ждал, когда я буду атаковать, а именно стал атаковать я в первом повороте, по внутреннему радиусу, без проблем обошел его, ну и также Грожан уже позади пытался тоже атаковать Переса, что по сути мне дало время некоторой оторваться от этой позади идущей меня группы. Передо мной также сражались еще и Хюлькенберг, Магнуссен и Ботос, и при этом нас Магнуссен немножко повредил в своем передианте крыло оба Хюлькенберга, и по итогу он начал терять достаточно много, поскольку и старые шины у него, ну и еще и проблемы с передним антикрылом, что по сути позволило мне подобраться как можно ближе к этой троице, тут же у нас Хюлькенберг сворачивает на пидстоп, я продолжаю их и за Магнуссеном, получил от него ДРС, и уже к концу прямой был достаточно близко к нему, чтобы его атаковать. Он смещается на внутренней части территории, чтобы защитить позицию, но я без проблем по внешней его обхожу, потому что он зачем-то заезжает на поребрик прям, хотя места я оставлял достаточно много, чтобы он спокойно даже по асфальту проехал, не наезжая на этот поребрик, не теряя драгоценные одну-две десятки. И уже я устремлился за Ботасом. К этому моменту у нас потихоньку Леклер прорывается впереди, отыгрывая свои позиции, и вместе с ним это делает также и Макс Ферстаппен. Проходят они Райкина, на который шел на старте геймпидстоп, и со старта у него был Хард, соответственно он еще не делал пидстоп, и поэтому скоро времени он заедет. Впереди также Хэмминтон потихоньку-потихоньку отрывается, Ферстаппен попытался атаковать Леклера, но ничего из этой таки не вышло, но вторая прямая также Дресс, Слипстрим, и уже смог все-таки Ферстаппен поравняться с Леклером, тем самым давая время Хэмминтону оторваться, и также у них началась борьба по сути за вторую позицию, но опять же исход скорее всего понятен, кто конечно же выиграет, и выиграет конечно же у нас Леклер. Да, конечно борьба с Ферстаппеном не особо простая, оба они на софтах, поэтому в скором времени они скорее всего придут на Мидиум, но до этого момента у них происходит борьба, и в 11-м повороте Ферстаппен слишком широко заходит в поворот, по итогу еще в него ныряет Тайкен, из-за чего даже Ферстаппен решил отвернуть, и по итогу он отдал по сути позицию конечно же Киме, но потом все-таки Ферстаппен вернул позицию обратно. Я уже к 16-му кругу был позади Ботаса, и без каких-либо проблем начинаю обходить, и теперь не надо было от него самое главное оторваться. У него был Мидиум, в принципе уже достаточно поношенный был, я думаю где-то процентов 30 у него, но все-таки это был Мидиум, и поэтому у нас были плюс-минус одинаковые шансы в плане Шин. Все-таки Мидиум его даже убитый будет, может быть даже в каком-то моменте лучше, чем мой Хард, более-менее даже свежий. Позади нас в этот момент также разворачивалась борьба между пятью болидами, Магнусон продолжал всех сдерживать, поскольку у него было повреждено переднее антикрыло, плюс старые шины, которые по сути не давали ему ехать в очень хорошем темпе, в то же время как позади него был Феттель на софте, ну и также Норрис на софте, соответственно у них был достаточно большой темп по отношению к Магнусону, и рано или поздно бы они его обошли, но лучше обойти рано, чем поздно, не терять в лучшее время за медленным болидом. Феттель все-таки смог вырваться, ну и Норрис через какое-то время также смог это сделать. Через какое-то время Ботос решил вернуть свою позицию, все-таки он ехал за мной, я никак не мог выйти из одной секунды, по итогу у него был ДРС, он меня спокойно преследовал, и меня без проблем даже опередил. Ну в принципе окей, пускай он меня даже будет вести, потому что у меня будет ДРС, я буду чуть экономить время, и у него все равно будет еще один пидстоп. Соответственно на 19 кругу я уже выхожу на первое место, и теперь мне надо было проехать 10 кругов. Позади меня шли оба моих главных противников, именно Хамильтон и Леклер. Постепенно они достигали уже Гасли, который также шел на один пидстоп, и уже был в тот момент на втором месте. И также впереди них был еще Перес, точнее даже Гасли уже был на третьем месте. Через какое-то время Леклер отобрал позицию Хамильтона, и тут же уже отобрал позицию и у Гасли. Соответственно потихоньку разрыв начинал уменьшаться, Гасли пытался сопротивляться Леклеру, но у Леклера был все-таки свежий мидиум к этому моменту, и у него темп был гораздо выше, чем у Гасли, особенно в поворотах. Также к этому моменту и Хамильтон уже потихоньку подтягивается, и соответственно для Гасли надо было как можно дольше постараться держать позади Леклера и Хамильтона, и дать мне больше возможности отъехать от них, нарастить разрыв, и тем самым гарантировать себе эту позицию, ведь победить все-таки было бы неплохо с 12-й позиции, причем на болиде, который не особо отличается каким-то запредельным темпом. Почему, кстати, мы и не могли пойти на стратегию пидстопа, поскольку темпа у нас не хватило бы войти в топ-5, я думаю, даже. Но за счет стратегии одного пидстопа у нас есть шансы войти в топ-3, и они в принципе немаленькие. Гасли не смог держать Леклера, к сожалению, но за счет слепстрима дресса от Леклера, опять же, он пытался его достигнуть, как Хамильтон, и по итогу, к концу старт-финишный прямой он смог поравняться с Леклером, но, я думаю, исход очевиден, и Леклер без проблем защитил свою позицию, хоть Гасли и пытался. В какое-то время уже Хамильтон смог обойти Гасли, и уже они вместе догнали, по сути, Переса, который все это время шел на стратегии того же одного пидстопа, на достаточно сильно изношенном харде, даже больше, чем мой изношенный. По итогу он терял очень много времени, и без каких-либо проблем, опять же, Леклер его обошел. И после того, как он обошел Переса, у меня встал главный вопрос, догонит ли меня Леклер. Ну, и я, в принципе, понимал, что потихоньку догонит точно, и у него будет пару кругов на атаку, и мне надо было готовиться, экономить ресурсы, чтобы отбить эту атаку, и таки за два круга до финиша Леклер меня все-таки догоняет. Теперь встал вопрос о том, как долго я смогу его сдерживать, и смогу ли я сдержать его в принципе. Все-таки у него был медиум, да, уже к этому моменту достаточно изношенный, за счет борьбы, но все-таки это был медиум, и это Торо Роса, да, как бы это смешно, конечно, не звучало. По итогу уже ко второму сектору он достаточно близко ко мне подобрался, и я понимал, что он меня будет, скорее всего, атаковать, как раз ближе к третьему сектору, к зачастным двум поворотам, и, собственно, я этого, в принципе, ожидал, и мне надо было самое главное понять, когда я смогу его контратаковать. По внутренней дистанции у меня все-таки проходит, пытаюсь себя защититься, даже его немного вытолкнул, по итогу и сам еще широко ушел, и по итогу пустил Леклера. Ну, в принципе, мне переживать нечего было, у меня были ресурсы на контратаку, во-первых, ну и, во-вторых, старт-финишная прямая с зоной ДРС. Собственно, без каких-либо проблем я удержался за ним, и уже напрямой у меня будет, по сути, преимущество над Леклером. Я использовал уже все, что можно, обогащенный кипрю смеси, обгонный режим ЕРС, но до Леклера все равно я очень-очень медленно к нему подползал. Настолько хорош болит Торроросов в данный момент. И если прокачают они двигатели, я думаю, все будет для нас еще печальнее. По итогу, в первом повороте я обхожу Леклера, и теперь у Леклера есть небольшая часть круга, чтобы меня обойти в поворотах. Будет достаточно прималиматично меня пытаться обойти, по крайней мере, до второго сектора. То есть, в начале второго сектора он меня не сможет обойти, но уже ближе к третьему в С-ках также может постараться меня обойти. Также еще будет одна прямая с ДРС и одна прямая без ДРС, но со слепстримом для Леклера. Соответственно, мне надо как-то было вытянуть все это дело, поэтому у меня не было ни единого шанса, по сути, на ошибку. Надо было все делать почти идеально, чтобы не пропустить Леклера. Что же, выходим на обратную прямую, где Леклер может воспользоваться ДРСом, за счет чего он потихоньку начинает уже потихоньку достигать меня, но к концу прямой он не смог даже поравняться, но что было для меня очень и очень хорошо. Проходим скоростную связку поворотов, и все. Третий сектор, единичная прямая, где он меня может обойти за счет слепстрима, и если у него есть какие-либо ресурсы. Достаточно близко у меня подъезжает на выходе с поворота, решая на прямой немного повилять в сторону, чтобы Леклер не использовал прям слепстрим позади меня, но по итогу даже не смог он ко мне приблизиться достаточно близко на этой прямой, и за счет уже даже хренового выхода из поворота, я все-таки доезжаю до финиша на первом месте. Был бы еще один круг у Леклера в запасе, я думаю, скорее всего, я бы гарантированно проел эту первую позицию, но по итогу первая позиция на втором этапе уже за Феррари, причем на этапе, где обычно боты доминируют. Но тут все-таки стратегия на подобном этапе играет немаловажную роль. Также в Китае, по сути, у нас та же самая, скорее всего, будет ситуация, поскольку там тоже лидеры, скорее всего, пойдут на стратегию двух пистопов, и поэтому, я думаю, мы повторим то же самое в Китае, если у нас все будет плохо с темпом. Гасли, кстати, приехал на четвертом месте, что очень хорошо. По сути, мы неплохо прорвались, конечно, было бы неплохо сделать дубль, но все-таки Леклер и Хамильтон имели более свежие покрышки, и за счет них смогли вернуться на хорошие позиции, но для нас все-таки первая и четвертая позиции это очень и очень хорошо, потому что сортовали мы все-таки с 11 и 12 позиции. Также еще стоит отметить то, что у нас сошел один из мерседесов, это Ботас, я точно не помню, в прошлом сезоне он сходил ли в Бахрейне или нет, но что-то мне подсказывает, что да, он сходил, поэтому как-то вот для Финна не дается этот раз вообще никак уже второй сезона. По очкам мы с Леклером сравниваемся, в Кубке Конструкторов мы также близки друг к другу, Албан смог доехать до все-таки очковой зоны, на седьмую позицию он смог финишировать в гонку, а Рэдбулы у нас на этом этапе достаточно сильно провалились, это шестое и восьмое место по итогу, достаточно сильно пока что Рэдбулы проигрывают, судя по всему, на скоростных трассах по типу Бахрейна, но посмотрим, что Рэдбулы смогут противопоставить на среднескоростных уже этапах. Ну и получаем ресурсы, репутацию повышаем, также на этот этап я заказывал модификацию в аэродинамике, и она, к сожалению, не приехала. Возможно, с ней у нас чуть-чуть были бы лучше дела, но имеем, что имеем, хотя бы на следующий этап уже точно в Китае у нас будет эта модификация. И также задумался об модификации шасси, поскольку нам нужно что-то делать с нашим износом, поскольку он слишком и слишком большой. На этом, в принципе, я так много раскидал по ресурсам, решил еще взять дополнительный отдел качества, поскольку я не знаю, когда надо прям очень и очень быстро прокачивать. На этом, ребят, все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, пока-пока и удачи вам.